Плыть серебряных морей Музыка группы «Ария» звучит не только на Земле, но и в космосе. К коллективу обратились представители одного из членов экипажа МКС Алексея Овчинина, рассказывают музыканты. Космонавт просил передать, что им очень нравится песня «Точка невозврата», и они хотели бы получить диск с этой песней на станцию. Недавно космонавты получили альбом «Через все времена», в которые включена композиция, и поблагодарили музыкантов за предоставленную пластинку. Сами участники космического экипажа рассказали, что являются большими фанатами рок-группы. Музыка 7 октября 2016 года состоится релиз дебютного альбома «Наргиз Закировой «Шум сердца». «Наргиз» обрела известность в России благодаря участию во втором сезоне шоу «Голос». Певица покорила сердца телезрителей своей экстравагантной внешностью и уникальным голосом. С апреля 2014 года «Наргиз» сотрудничает с продюсером-композитором Максимом Фадеевым. «Шум сердца» – это 16 песен о любви, расставании, чувствах и потере. В альбом вошли не только русскоязычные треки, но и англоязычные. Во время записи альбома певица переживала семейную драму «Развод» с мужем Филиппом Бальзано. Личные переживания напрямую отразились на исполнении песен, написанных Максимом Фадеевым и Ольгой Серяткиной. «Развод» Фронтмен группы Pain Peter Tedgren заявил, что они вместе с солистом Рамштайн Тилем Линдемана начинают собирать идеи для второго студийного альбома их совместного проекта «Линдеман». Об этом музыкант рассказал в интервью с порталом Metal Vine, и они уже обдумывают возможность проведения туров в поддержку альбома «Skills and Pills». Но сначала надо дождаться, когда Рамштайн закончат тур и запишут новый альбом, а затем вновь отправятся на перерыв. Так что как только музыканты вновь уйдут в отпуск, то ребята начнут совместную работу. Напомним, что дата релиза нового альбома группы Pain Coming Home – 9 сентября 2016 года. Субтитры создавал DimaTorzok Первый супруг известной американской певицы и актрисы Дженнифер Лобес Аджани Ноа, который в прошлом году очень хотел продать домашнее видео с Джей Ло, сделанное много лет назад, снова засветился в СМИ. Аджани появился в эфире одного из американских ток-шоу и рассказал ведущей о том, как болит его растерзанное сердце. Также он рассказал, почему распался их брак. Она выбрала карьеру, а не мою любовь, рассказал Ноа. Но оценить трагичные ситуации смогли немногие и даже наоборот упрекнули Аджани за то, что он не смог пожелать счастья любимой женщине и теперь старается навредить ей, исходя из своих меркантильных соображений. Мужчина был женат на Дженнифер Лобес в 1997 году. Фронтмен группы Сам 41 Дерек Уибри рассказал о долгом противостоянии со сталкерами своей экс-супруги Аврил Лавинь. Как оказалось, Дерек неоднократно сталкивался с угрозами со стороны назойливых поклонников Аврил. Он добавил, что все было намного серьезнее, чем кажется на первый взгляд. Загадочные злоумышленники действовали крайне осторожно и долгое время вводили всех за нос, заметая следы. Дерек и Аврил Лавинь поженились в 2006 году и прожили в браке 4 года. С тех пор утекло много воды. Главное то, что оба продолжают музицировать и радовать своих фанатов новой музыкой. Дерек и Аврил Лавинь Гарри Стайлс Дума в последнее время практически не появляется. Певец был занят на съемках военной драмы «Дюнкер» Кристофера Нолана. А тем временем в Лос-Анджелесе его уже поджидает новое место жительства. Звездный участник One Direction обзавелся холостяцкой берлогой за 7 миллионов долларов. Приобретенный юным певцом особняк расположен в западном Голливуде и порадует нового владельца стенами из стекла, трехметровыми потолками, домашним кинотеатром и тренажерным залом. Ранее 22-летний Гарри Стайлс продал купленный в 2014 году особняк в Беверли-Хиллс за 3 миллиона 175 тысяч долларов. Субтитры создавал DimaTorzok Группа Slayer выпустила клип на песню Pride and Prejudice. Ролик стал завершающей частью видеотрилогии, куда также вошли Repentless и You Against You. Музыканты говорят о новом творении так. Трилогия The Repentless завершена. Кровь, резня и насилие наполняют новое видео Slayer, снятое B.J. Макдоналлом. Мы вас предупреждали, в клипе все так же снимается звезда фильма Мачете Дэнни Трехо. Он исполнил главную роль в видео. В ближайших планах Slayer значится совместный тур с Антракцией Death Angel по Северной Америке. Первое шоу состоится в первых числах сентября в Кливленде. В московском зале Крокус Сити Холл состоялась закрытая презентация совместной коллекции одежды певицы Елены Темниковой и бренда Antely. Елена отметила, что коллекция, по ее мнению, представляет собой идеальный базовый гардероб, не только удобный, но и стильный. В линейку вошли платья-ночнушки, свободные рубашки и широкие штаны однотонных пастельных цветов. Как сообщается, официальный старт продаж был назначен на день презентации. Американская национальная ассоциация музыкальных издателей объявила имена серебряных, золотых и платиновых сонграйтеров этого года. Триумфаторами стали Эд Ширан и Диджей Мастер, каждый из которых получил по шесть сертификатов. Как сообщается, всего было вручено 365 сертификатов различным артистам. На сайте организации также приводятся списки самых успешных издателей года. Его возглавили Universal Music Publishing Group, 86 сертификатов, Sony ATV Music Publishing с 85 сертификатами и Warner Chapel. КОНЕЦ